Я, айюха, الذين آманوا, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Обратите внимание, он за одну ночь прочитывал весь Кур'ан. Причем Кур'ан был тогда еще как сейчас? Нет. Нет, Кур'ан еще не был не спослан полностью, правильно? Потому что Кур'ан из посланий его прекратилось со смертью пророка, саллаху алию саляму. Обратите внимание на вот этот вопрос, потому что можно встретить во многих книгах, где говорится, такой-то, такой-то, Рахима Аллах, он прочитывал Кур'ан два раза за ночь, например, да? Или три раза за ночь прочитывал весь Кур'ан. Или там еще сколько-то раз прочитывал за ночь весь Кур'ан. Что мы скажем? Такой принцип прочитывать за одну ночь весь Кур'ан или два раза весь Кур'ан и делать так своим обыкновением, это что? Это правильно или нет? Нет, это противоречит сунне пророка, саллаху алию саляму. Даже если кто-то из салев делал так, даже если кто-то из сахаба, из предшественников делал так, мы говорим, что мы придерживаемся сунны пророка, саллаху алию саляму. Нам достаточно сунны посланника Аллаха, саллаху алию саляму. Здесь, разве этот хадис не является примером тому, о чем мы с вами говорим? Здесь кто делал? Если кто-то скажет, ну так делали сподвижники, а здесь кто делал? В этой истории сподвижник, правильно? Абдулла Абну Амр, ну раз, он, который делал это, ну ему запретил пророка алию саляму, причем Кур'ан еще тогда не был неспособен полностью. Тогда было легче это сделать. Пророк Суссан спросил, ты прочитываешь Кур'ан весь, за одну ночь, целиком. Я ответил, да, у пророка Аллаха, я думал, что это, я хотел, делая это только благо. Я стремился, когда делал это только к хорошему, сказал ему Абдулла Абну Амр. Дело это, я хотел только благо. То есть, я хотел только лико Аллаха, сделать что-то угодно Аллаху Субхану Ата'аля. Ну, отсюда правило. Правило, на которое указал Абдулла Абну Ассууд, рады Аллаху, сколько тех, сколько тех, которые хотят сделать добро, но на самом деле не достигают его. На самом деле, то, что они делают, не является благим. Пророк Алиса Атусом побудил его к чему? К посту, три дня, да, в месяц. Он сказал, мало. Да, потом, в итоге, к чему? Пророк Суссан побудил его пост с Давудой, сказал, что больше этого уже нет. И на что указал, у семьи твоей на тебя право, то есть, у жены твои право на тебя, посетители права, у организма есть на тебя право. Дальше, по поводу Кур'ана Пророк Суссан тоже для него установил определенные ограничения. Пророк Алиса Атусом что сказал? Первое, на что указал ему, за месяц прочитывай. В течение месяца прочитывай весь Кур'ан. Сказал, я могу больше, тогда, что Пророк Суссан сказал, за 20 дней, за 10 дней. Я больше, я больше, Пророк Суссан сказал ему, что тогда за 7 дней. Не добавляй к этому. Есть некоторые версии, что Пророк Суссан разрешил, что 3 дня. Все. Если уже меньше, чем 3 дня, тогда не понимает Куран человек, который прочитывает его за срок меньше, чем 3 дня, сказал Пророк Алиса Арату Ассара. Не добавляй к этому, не делай больше. Больше этого не делай. Но, ва рахмаллаху тааля, его слова мы потом с вами прочтем, иншаллаху тааля, суть этих слов, что за сколько прочитывать Кур'ан, зависит от способности человека, от активности человека. То есть, у людей разное, говорит, способность бывает, кто-то может прочесть Кур'ан за какой-то короткий срок, при этом у него есть для этого силы, при этом не будет каких-то упущений, да. То есть, он будет читать с пониманием, то есть, понимание людей разное бывает, способность понимать, раздумывать над Кураном, размышлять, разное бывает. Кроме того, зависит еще от обязанности человека. Если у человека есть какая-то должность, например, ну, может, руководитель какой-то, еще какая-то должность, учитель, еще что-то, он должен учитывать, чтобы чтение им Кур'ана не навредило исполнению им должности. Это тоже нужно учитывать, говорит. Он, то есть, привязывает этот вопрос к чему? К способности человека, к возможностям человека, да. Вот если это не повредит тебе, это не повредит пониманию тобой Кур'ана, когда ты читаешь, если это не повредит исполнению тобой должности, хорошо, вот это и бери своим максимумом, да, бери для себя это максимум, который ты будешь делать постоянно, говорит он. И опирается, приводит в качестве доказательства, что были салев предшественники, которые не за 7 дней прочитывали, не за 3 дня, а за 1 ночь могли весь Кур'ан читать. Или даже, говорит, он переданно от некоторых, ну максимум, что до меня дошло, что 8 раз за ночь прочитывали весь Кур'ан 8 раз, да. Но слова эти, насколько они правильные, насколько они правильные. Ведь Проколий Саратусам здесь очень четко и ясно говорит, лятозит, не добавляй к этому, не делай больше. Хорошо, все. Поэтому взяться за то, к чему побудил Проколий Саратусам, это самое лучшее. Даже если люди делали по-другому. Сунна для нас важнее. Сунна для нас самое главное. Мы возвеличиваем Сунну Пророка, саллаллаху, алейху ассалям. Это история. Это история про кого? Про Абдулла 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 Аса. Это выдающийся сподвижник. То есть, выдающийся сподвижник. Он захотел сделать это, читать Кур'ан. Как? Не за 3 дня, не за 7 дней, а там за 1 ночь. Каждую ночь читать Кур'ан. Он захотел сделать это. Он кто? Он сахаби, сподвижник. Правильно? Если кто-то скажет, сподвижники так делаем, мы скажем, что... А это кто? Это сподвижник. Непростой сподвижник, из выдающихся сподвижников, сахаби, он джалиль. Он захотел это сделать, про Абдулла 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 Ассалям? Запретил ему. Хорошо. Когда они говорят, это зависит от способности понимать и размышлять. Есть люди, которые читают за ночь 2 раза, 3 раза весь Кур'ан, но они при этом что способны размышлять? Что мы скажем? А это кто? Это Абдулла 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 Ассалям. Он кто? Он араб. Из каких арабов? Это не современные арабы, это араб-носитель языка, исконный араб, фасы, обладатель красноречия, который, конечно же, понимал Кур'ан, который алим, который знаток языка, который знаток смыслов Кур'ана. И ему пророк Али Саратус Салям запретил делать то, что он хотел, сказал, что 7 дней или в некоторых версиях 3 дня. Поэтому говорить это зависит от способности понимать, от состояния и так далее. Тоже будет неверно. Пророк Али Саратус сказал в хадисе Не понимает его, то есть Кур'ан, тот, кто прочитывает его за срок меньше, чем 3, то есть 3 дня. Эти слова кому сказал Пророк Али Саратус? Кому не понимает Кур'ан тот, кто прочитывает за 3 дня? Это же не нам сказал Пророк Али Саратус. Он это сказал сподвижникам, это сказал ученым, знатокам языка, знатокам смысла Кур'ана. Что тогда говорить о тех, которые меньше, них по уровню. Поэтому Баракалуфикум, конечно, главная суть, главная суть, смысл чтения Кур'ана. При достоинстве, конечно, просто читать Кур'ан, это, конечно, благое деяние, за это награды. Но самое главное, это что? И суть это, что это добор? Это размышление, правильно? Это размышление. А кто-то скажет, ну, бывают разные состояния, кто-то за такой срок, кто-то за такой срок прочитает. Мы скажем, да, но вот это вот разное, разная скорость прочтения, это должно быть в рамках Сунны. Что в Сунне передано по этому поводу? Минимальный срок сколько передано? 3 дня, правильно? Не понимает, кто-то читает за меньший срок, говорится. 7 дней передано-передано, 10 дней передано-передано, 20 дней передано, месяц передано, 40 дней. Вот это вот ревоят, это версия, которая передана в Сунне. Вот в рамках вот этих ревоятов, пожалуйста, пусть будет у тебя разнообразие. Пусть будет у людей разное состояние. В рамках того, что передано Сунне, выбирай из этого. Поэтому Загаби, когда он, в сфере Алямун Валя, он, Аллаву Алим, про Вакия, когда говорит, описывает его биографию, говорит, он прочитывал Кур'ан полностью за ночь, сообщает об этом Загаби, а потом говорит, Рахималлах, Вакия. То есть, да, пусть помилует Аллах Вакия, обладатель веких достоинств, кто из нас, как он, но Сунна милее для нас, Сунна для нас любимый, говорит он, Рахималлаху Та'аля. Поэтому не надо говорить, а такое-то так делал, а такое-то заканчивал. Раз передано в Сунне, все, этого нам достаточно. И на самом деле, ведь другие есть какие-то мнения в каких-то вопросах от сподвижников переданы, которые мы говорим, что да, это при всем уважении, любви к сподвижнику, но это противоречит Сунне, это не берется. Правильно? Мы с вами говорили, например, мнение Омар Бунхаттава по поводу Та'еммума для Джунуба. Да, он не считал, что Джунуб, то есть человек в состоянии Джанаба, может брать Та'ему. Мнение, ну мы говорили о том, что это мнение праведного халифа, мы что, не берем это, потому что противоречит Атасунне. Ибн Масутра, помните, мы говорили с вами, когда разбирали Китабу-Цара, что он считал, что правильная поза во время рукой, это татбек. Что такое татбек? Татбек, это когда человек берет вот так руки, соединяет, хорошо, и ставит их между коленями во время рукой. Передан Атибин Масутра, что он так делал, как-то он побуждал после смерти пророк Алисара. Мы говорили, это неправильно. Или то, что Усман, он совершал четыре раката в Мине, не сокращая намаза. Мы говорили, это тоже что? Противоречило Сунни. Поэтому некоторые говорят, что Усман передан от него, что он прочитывал Кур'ан в одном ракате. Да, передано такое. Да, передано. Но что мы скажем? Мы держим все засуну праву Кори Саратусов. А с подвижником, ученым, который придерживаясь каких-то мнений, мы что, находим им оправдание? Мы находим, конечно, оправдание. Говорим, Усман, радия Аллаху Саран, возможно, до него не дошел хадис. Не дошел хадис. Или, может быть, дошел хадис, но какое-то особое положение было у него. Может быть, например, он хотел вспомнить какой-то аят, который забыл, но непременно хотел его вспомнить. И поэтому прочитывал весь Кур'ан, прочитал, чтобы найти этот аят и вспомнить его. Может быть? Может быть. Или, ведь описывается, что это он прочитал заодно один ракат, весь Кур'ан. Ведь это могло быть... Это же в какие дни было? В дни, когда окружили дом Усмана, когда пришли хариджиты, когда это дни испытаний. В те дни погиб Усман, радия Аллаху Саран. Возможно, поэтому это было причиной, почему Усман так прочел весь Кур'ан. Потому что он хотел закончить прочтение Кур'ана до смерти. Потому что Усман, он знал по сообщению пророка Алисара Тусарам, что он будет убит. Он знал об этом. И даже в тот день, когда он был убит, он увидел во сне, что пророк Алисара Тусарам и его двух сподвижников сказал, пророк Алисара Тусарам, сегодня Усман, ты будешь уже свой ифтар проводить с нами. Потому что он был постящен в тот день, когда был убит, рада Аллаху Саран. То есть он знал, что он будет убит, правильно? Это было время такое, тяжелое время испытаний, дни таких испытаний. Поэтому, конечно, мы можем найти какой-то озор, какое-то объяснение, почему. Ну, брать теперь это себе примером и отвергать сунну, это что будет неверно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok